Давно хотели обновления и у них получилось. На автоматизированном комплексе лазерной резки на одном из барнаульских заводов кипит работа. С приобретением данного оборудования мы уменьшили время протекания процесса, увеличили производительность труда, мы стали больше изготавливать. В основном на этом станке мы сейчас изготавливаем воздухоподогреватели. Если раньше мы данное оборудование сверлили на радиально-сверлильных станках, то сейчас мы режем это все на этом станке. Мы увеличиваем, ну скажем, в два раза увеличиваем выпуск продукции. Продукция к тому же стала качественнее, подчеркивает Роман Родионов. Часть затрат на приобретение этого станка и ряда других заводу возместили по индивидуальной программе социально-экономического развития Алтайского края. Это порядка 40% от стоимости оборудования. Кстати, меры господдержки помогают создавать и новые рабочие места. К примеру, на этом предприятии в 2023 году штат увеличили на 25 человек и уже на 11 в 2024. Эта программа, которая повысила намного компетенции наших как специалистов ИТР, так и рабочего персонала, плюс покупка нового оборудования, ну я вижу так, что по некоторым видам продукции до 30% производительность увеличилась. Толчок, особенно вот эта программа нам очень хороший дала, показала, где наши ресурсы есть, есть куда развиваться. В 2024 году мы продолжим реализацию всех мероприятий нашей региональной государственной программы. В нее уже включены структурные элементы национального проекта. На финансирование всех мероприятий региональной программы в текущем году предусмотрено 982,3 миллиона рублей, в том числе на реализацию национального проекта 110 миллионов рублей, а индивидуальная программа социально-экономического развития, которая сегодня содержит в себе самые востребованные у бизнеса меры прямой финансовой поддержки 808 миллионов рублей. Если подводить итоги прошлого года, то благодаря региональной программе технически перевооружить удалось несколько предприятий региона. Завод пищевого машиностроения, Алтайский кабельный завод, Бийскую мебельную фабрику и другие. Поддержку в размере 400 миллионов рублей получили более 200 субъектов малого и среднего бизнеса региона. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком.